Не выдача лицензии на вещание – самый распространенный в Украине способ задушить неподконтрольные властям телеканалы. Президент лично назначает четверых из восьми членов надсовета по телевидению и радиовещанию. Еще четверых выбирает парламент, который с легкостью можно назвать «карманным Януковича». Телефонное право сегодня в стране превыше писанных законов. Именно оно определяет, кому быть в эфире, а кому нет. Главная проблема состоит в том, что без украинской лицензии невозможно попасть в какой-либо кабельный канал, хотя на самом деле это не запрещено. Но в то же время нужно понимать, что ни один серьезный крупный кабельный канал не пойдет на то, чтобы взять нас в свои сети, потому что они четко понимают, что завтра к ним придут и по телефонному праву заставят нас выключить. Давление на телеканалы, контролируемые оппозиционными политиками, началось сразу после победы Виктора Януковича на президентских выборах в 2010 году. Закрывались они, как правило, по надуманным и порой смешным причинам. Репрессия свободы слова прокатилась по всем регионам. Но больше других пострадал Харьков, который сегодня претендует на статус неформальной столицы партии регионов. Система власти так выстроена, что в Харькове удалось за одну неделю закрыть три оппозиционных телеканала путем взаимодействия государственной власти во главе с двумя одиозными персонажами, Добкиным и Кернесом. При попустительстве Национального совета по телевидению радиовещания, которое мы сейчас пикетируем, и при запугивании всех провайдеров, которые подавали сигнал оппозиционных каналов. Неподконтрольное властям телевидение на большей территории Украины можно смотреть в интернете или при помощи спутниковой антенны. Изменить эту ситуацию может только нацсовет по телевидению и радиовещанию. Однако в последнее время он предпочитает не выносить решения по заявкам оппозиционных каналов, а прятаться за отсутствием кворума. Одним митингом у здания нацсовета депутаты не ограничились. Они направились прямиком к его председателю. Мы действительно провели переговоры, переговоры. Я почувствовал требования, которые есть у этих народных депутатов. И я так думаю, и те, кто их поддерживает, и пришел сейчас на те пики. Мы договорились про то, что все эти вопросы, которые мы озвучили, они действительно будут рассматривать на Центради. Я думаю, еще гранирующий час, и будут разгрануты так, и оттого выморая закончили. А пока большинство жителей южных и восточных областей остаются в информационной блокаде. Они узнают о событиях в столице в западных и центральных областях из новостей государственного телевидения, которые в остальной части Украины являются традиционным объектом насмешек из-за подоба страстной подачи информации и замалчивания социально значимых проблем.